Давай взглянем на наше обычное приложение. Что мы собираемся построить? Как ты можешь видеть, наши настройки находятся внутри навигационного контроллера по адресу. У нас здесь есть этот красивый большой заголовок. Поэтому нам нужно поместить это также внутри навигационного контроллера. И для этого ты просто выбираешь это, переходишь в редактор, а затем переходишь к встраиванию в навигационный контроллер. И это добавит это представление в навигационный контроллер. Ты можешь выбрать название здесь. Нажми здесь на большой заголовок, и ты получишь большой красивый заголовок. И наш титул будет настройки. Хорошо, а затем у нас есть здесь динамический прототип, выбирающий наше табличное представление. Я собираюсь сделать так, чтобы это было помехой. Итак, мы собираемся спроектировать каждую ячейку табличного представления отдельно. И нет ни одного похожего прототипа, и мы собираемся использовать их повторно. Итак, здесь, как ты можешь видеть, наше табличное представление состоит из трех разделов. Это первая секция, в которой есть только одна ячейка. Тогда у нас есть еще одна секция с двумя ячейками внутри, и в третьей секции тоже есть две ячейки. Так, давай сделаем это. Я собираюсь выбрать свой табличный вид, и давайте начнем с первой ячейки. Я собираюсь изменить размер этого по высоте. Я собираюсь установить его на 80 баллов вместо стандартного. А в другой раз я не буду трогать, потому что в этом разделе у нас только одна ячейка. Итак, у нас здесь есть две метки и вид изображения, а также этот индикатор раскрытия. Так что мы можем перейти к индикатору раскрытия информации, чтобы получить эту красивую стрелку здесь. Так что давай возьмем наш вид изображения первого. И положи это сюда. Я собираюсь надеть размер 60 на 60. А теперь мы можем поместить это туда, куда захотим. И я хочу, чтобы это было в центре моего зрения. Поэтому, когда я добавляю ограничения, я хочу, чтобы оно было вертикально в контейнере. А затем давайте просто добавим некоторые ограничения для ширины и высоты, чтобы они всегда были 60 и 16 точек с левой стороны. Это даст нам всем синие ориентиры. Следующее, что нам нужно, это два лейбла, так что давай возьмем их. Это будет наше имя пользователя. Давай заменим телефон на нашу систему в любом месте, которое мы используем для нашего приложения. Это будет обычай, и выбирай где угодно. И давай сделаем это немного тяжелее, может быть средним. Да, и 17 размер, это нормально. Я собираюсь оставить все как есть. Просто собираюсь изменить это на имя пользователя, чтобы я знал, что означает этот труд. А потом нам нужен еще один, так что я собираюсь скопировать и вставить это. Второй будет внизу, а этот я собираюсь изменить цвет. Давай представим это как темно-серый или, может быть, даже светло-серый. Да, светло-серый выглядит лучше, и мы хотим изменить его, чтобы он был светлым, а не средним. Давай поместим это в книгу. Да, это выглядит хорошо, и это будет статус. Так что давайте добавим ограничения автоматической компоновки и для этого. Давай поставим несколько восьми очков с этой стороны, от нуля до низа, и посмотрим, что у нас получится. Давай поставим по восемь с каждой стороны и по десять внизу. И для нашего имени мы поставим десять сверху, восемь с этой стороны и восемь с той стороны. И это будет наш статус. Хорошо, итак, это наш вид, и я собираюсь установить изображение этого аватара по умолчанию. Так что, если у пользователя нет изображения, мы собираемся использовать это, а затем выбрать наше табличное представление. Я собираюсь изменить раздел на три, и по умолчанию он скопирует все ячейки, которые у нас были в первом разделе, в другие разделы. И то, что мы хотим сделать на самом деле, давайте сделаем общие буквы Z. У нас будет две секции. Теперь я удалю первый раздел, и для этих двух разделов мы собираемся добавить аксессуар к индикатору раскрытия информации. И только сейчас я собираюсь сделать третий раздел, который просто скопирует раздел тоже. Итак, теперь у нас есть две готовые камеры. И что касается второго раздела, позволь мне просто удалить этот и этот отсюда. Значит, у нас там только одна камера. Для второго раздела у нас в камере будут две кнопки, а для третьего раздела — метка и кнопка. Так давай возьмем пуговицу. Я собираюсь развесить это по всей своей камере. Так что всякий раз, когда наш пользователь нажимает, мы будем нажимать на кнопку. Так что давай снова центрируем это по вертикали. А еще я собираюсь поставить левое и правое поле. Давай поставим здесь восемь пунктов. И то же самое я собираюсь сделать со вторым срезом клетки. Вытащи пуговицу. Поставь наши ограничения, и мы хотим выровнять это по левой стороне. Так давай сделаем это. Я просто выбираю здесь и выравниваю это слева. И что я хочу сделать, так это то, что пользователь не может щелкнуть по этим двум ячейкам. Можно нажимать только на кнопки. Так что ты просто выбираешь ячейку здесь, а затем уходишь. Давай посмотрим, где сейчас наш выбор. Да, и мы говорим, что никакого отбора. И то же самое происходит с этим выбором, и название первой кнопки будет рассказать другу, чтобы пользователь мог поделиться миром о нашем приложении. А второй – это правила и условия. А теперь перейдем к третьему разделу. Мы просто получим здесь ярлык. Это для нашей новой версии. Я собираюсь открыть это полностью. Теперь давайте снова установим наши ограничения автоматического слоя 8 и 16 здесь, и давайте установим его в середине нашего вида вертикально. А также этот мы не хотим, чтобы нас выбирали, поэтому мы играем без выбора. И снова в последний раз, мы не хотим иметь возможность выбирать это. И нам нужна кнопка здесь. И эта кнопка будет нашей кнопкой выхода из системы. Так что и это мы тоже поместим в середину, а затем установим здесь 16,8. Давай отзовем это бревно. Хорошо, позволь мне просто быстро запустить мое приложение, чтобы посмотреть, доступен ли этот пользовательский интерфейс. Итак, мы находимся внутри нашего приложения. У нас есть все эти красивые кнопки, и здесь у нас есть наш пользовательский интерфейс, красиво настроенный. Итак, у нас есть раздел 1, раздел 2 и раздел 3. Как ты можешь видеть, я не могу щелкнуть по метке этих ячеек, но по первой я могу щелкнуть. Так это работает, потому что здесь мы перейдем куда-нибудь, как только наш пользователь нажмет. Кроме того, у нас есть этот красивый большой заголовок, и если вы прокрутите вверх, вы увидите, что заголовок становится маленьким и вверху. Так что это очень мило. Что еще я хочу сделать, так это просто выбрать свой табличный вид. Я собираюсь изменить цвет фона здесь, и для этого мы собираемся создать для нас несколько цветов, которые мы можем использовать. Потому что наше приложение будет работать в темном и светлом режимах. Давай перейдем к активам, и здесь ты видишь, что у нас есть два варианта, цвет акцента. Может быть ты хочешь отправить это и значки вверх. Но кроме этого у нас есть все эти изображения. Но если ты щелкнешь правой кнопкой мыши, ты сможешь установить набор цветов. Итак, что делает набор цветов, так это то, что ты можешь просто выбрать, какой цвет ты хочешь для темного режима и для светлого режима, и дать этому цвету название. А затем, как только вы используете это название цвета, он автоматически проверит, установлен ли пользовательский интерфейс на темный или светлый. И выберет соответствующий цвет, который вы хотите использовать. Итак, в нашем случае мы хотим установить некоторый цвет фона табличного представления. Так что давай назовем этот цвет фоновым цветом табличного представления. А у нас есть любая внешность и темная внешность. Так что, какой бы цвет ты здесь не выбрал, это будет наш темный цвет внешнего вида. Всякий раз, когда наш пользователь находится в темном режиме и имеет любой внешний вид, он будет белым. Так что, если пользователь находится в световом режиме, так что выбирай любой внешний вид. Я собираюсь использовать здесь цвет Ragp, так что это будет 0.9 на 9. И то же самое относится и к словам о зеленом и о синем. Это будет 0.969, а альфа будет 100. Так это что-то вроде очень светло-серого. А для темного цвета я собираюсь выбрать что-нибудь очень темное, так что это будет 0.8, 0.4. Мы не хотим никакого синего, поэтому я собираюсь установить это на 0, и это будет наш цвет. Так это наш цвет табличного представления. Пока мы здесь, я хочу создать еще несколько цветов. Так что мы можем скопировать и вставить это. И давай просто переименуем это в цвет распродажи. А давай выберем наш цвет продажи и установим цвета для светлого и темного режима. Итак, я хочу 0.996, и я собираюсь сохранить это для всех них. А для темного режима мы собираемся изменить его на 0.110, 0.106 и 0.118. Это будет наш цвет продажи. А потом давай установим несколько цветов пузырьков чата для входящих и исходящих сообщений. Так что давай скопируем это, и я собираюсь назвать этот чат Bubble. На самом деле, давай сделаем чат входящим пузырем, а для входящих мы оставим белый или какой-нибудь серый цвет. Значит, белый будет 0.9 для всех. И темный. Я собираюсь установить это для какого-то серого цвета, и давайте установим, что это будет 0.235, 0.235. И последним будет 0.243. Хорошо, и мы должны сделать еще один цвет. А это для уходящих. Так что давай, давай, давай пузырь. Но это же исходящий. Чат исходящий пузырь, а для исходящего пузырь по умолчанию. Я хочу. Это будет похоже на цвет WhatsApp. Итак, две разные зелени, смола, светлый внешний вид. Я собираюсь сделать светло-зеленый. Значит, это будет 0.82, 0.9, 6, 7, а затем 0.7, 9, 2. И если ты спрашиваешь себя, где я беру эти цвета, есть другой способ сделать это. Первый. Ты можешь просто поискать в Google. Но что я сделал на самом деле, я просто сделал скриншот своего приложения WhatsApp, из которого я хочу выбрать цвет или любое приложение, которое ты хотел. Ты делаешь скриншот, а затем помещаешь это у себя на экране. И когда ты придешь, чтобы выбрать цвет, ты можешь просто выбрать его от ЭКО до пользовательских цветов здесь. Дай мне посмотреть, где мы находимся. Это дает тебе некоторую цветовую палитру выбора цвета, а затем ты можешь идти дальше и выбирать любой цвет на своем экране. Так что какой бы цвет ты не хотел, даже если этот синий, ты просто нажмешь, и он выберет этот синий для тебя. Так что я просто беру скриншот и выбираю цвет. Просто выбери цвет, и дело сделано. Так что теперь для темного мы выберем это и установим это на 0, 1, 4, 6, 0,314, а затем 0,278. И это будет наш последний цвет. Так что давай выберем все наши цвета с помощью элемента управления, и я собираюсь щелкнуть правой кнопкой мыши, а затем выбрать папку из выбора и сделать ее цветной. Таким образом мы четко определили, где находятся наши цвета, и давайте сделаем то же самое для наших кнопок. Хорошо, и возвращаемся к нашему сюжетному порталу. Я могу выбрать здесь свой вид таблицы, а затем мы можем выбрать нужный нам цвет. И поскольку мы установили наш пользовательский цвет, мы собираемся использовать его. Так что в настоящее время он установлен в системе, и вместо этого мы хотим выбрать здесь цвет нашего табличного представления. Так что если ты прокрутишь страницу вниз, ты увидишь здесь свои цвета, которые ты создал сам. Значит ты хочешь выбрать цвет фона табличного представления. А если я повторю свое заявление еще раз? Да, мы ничего не видим, потому что он заполнен пустыми ячейками. Но на нашей следующей лекции мы позаботимся об этом, чтобы увидеть результаты. Продолжение следует... Продолжение следует...